Притча На поляне, среди огромного леса, жил волшебник, у которого было большое стадо овец. Каждый день он съедал одну овцу из стада. Овцы причиняли волшебнику много беспокойства. Они разбегались по лесу, и ему приходилось тратить очень много времени на то, чтобы поймать одну овцу, а других снова собрать в стадо. Конечно же овца, которую он собирался убить, чувствовала это и начинала отчаянно сопротивляться. Ее крики пугали других. И тогда волшебник придумал такую хитрость. Он поговорил с каждой овцой наедине, и каждый что-то внушил. Одно он сказал, ты не овца, ты такой же человек, как и я. Тебе нечего бояться, ведь я убиваю и съедаю только овец. Но ты единственный человек в этом стаде, и значит, мой лучший друг. Второй он сказал, почему ты убегаешь от меня, как другие овцы? Ты же львица, и тебе нечего бояться. Я убиваю только овец, а ты мой лучший друг. Третий он внушил, послушай, ты не овца, ты волчица. Волчица, которую я уважаю. Я как раньше буду продолжать убивать ежедневно одну овцу из стада. Но волчице, лучшему другу волшебника, нечего бояться. Таким образом, он поговорил с каждой из овец, и каждый внушил, что она не овца. А совершенно другое животное, которое отличается от всех остальных овец в стаде. После этого разговора поведение овец полностью изменилось. Они совершенно спокойно паслись и больше никогда не убегали в лес. И когда волшебник убивал очередную овцу, они думали, ну вот, убили еще одну овцу. А мне льву, волку, человеку, лучшему другу волшебника, нечего бояться. И даже овцы, которых он убивал, перестали сопротивляться. Он просто подходил к одной из них и говорил, «О, мой лучший друг, мы давно не общались. Пойдем ко мне на двор. Мне нужно с тобой посоветоваться по поводу стада овец». И овца с гордостью шла за волшебником на двор. И там он действительно спрашивал у своего лучшего друга, как идут дела в стаде. Жертва с радостью рассказывала ему обо всем, а потом волшебник убивал ее. Поскольку смерть наступала мгновенно, то овца ничего не успевала понять. Волшебник был очень доволен. Он высоко поднял самооценку каждый из овец. В итоге они перестали забивать себе голову ненужными мыслями, наслаждались жизнью и спокойно щипали траву. В результате чего их мясо стало значительно вкуснее. На протяжении многих лет волшебник легко управлялся с огромным стадом. И самое интересное, что остальные овцы стали ему помогать. Если какая-нибудь слишком сообразительная овца начинала догадываться об истинном положении вещей, то остальные овцы, ну то есть львы, люди, волки, лучшие друзья волшебника, сообщали ему о странном поведении этой овцы. И на следующий день волшебник с удовольствием съедал ее. Такая вот притча. Кстати, о кем себя считаете вы? Субтитры создавал DimaTorzok